МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь всё становится печально. Я нахожусь на месте командира в задней части корпуса справа. Передо мной корпус ягдпанцера, и когда машина взбирается по склону, я не вижу, что находится впереди. Обзор вблизи недостаточный, мешает корпус. А если забраться внутрь, всё становится ещё хуже. Так. Похоже, получилось. Хорошо. Сейчас я прямо позади орудия. Отсюда не так-то легко добраться до позиций других членов экипажа. Место заряжающего находится вот здесь. Здесь тесновато. Боеукладка сбоку и спереди от меня. Здесь панель системы внутренней связи. Сзади можно повесить наушники. И что особенно важно, если люки задраены, у меня даже нет перископа. Я не вижу, что происходит впереди. Зато я могу смотреть назад. Перископ находится за мной. Но в этом нет смысла. Люк будет задраен только в том случае, если вы окажетесь под артиллерийским огнём. То есть только в самом крайнем случае. Когда заряжающий перезаряжает орудие, командир может оттянуть рычаг, блокирующий стрельбу орудия, до тех пор, пока командир не отпустит рычаг, и заряжающий не будет готов. Единственное, что здесь используется для обслуживания, вот эта шкала, которая показывает, насколько орудие отбрасывается назад при отдаче. Если дальше определённого значения, это проблема. Заряжающий располагается слева в задней части корпуса. Его основной задачей, конечно, является обслуживание орудия калибра 75 мм. Это орудие Стук-40, которое устанавливалось на все G13, а на Ягдпанцер 38 ставились орудия ПАК-39. Но так как они очень похожи и стреляют одинаковыми снарядами, нужно всматриваться в детали, чтобы увидеть разницу. Проблемой здесь является то, что орудие заряжается с правой стороны, и приборы управления затвором там же, а заряжающий находится слева от казённика. Рукоятка затвора находится с противоположной от заряжающего стороны орудия, так что ему приходится наклоняться, чтобы открыть затвор. Здесь полуавтоматический затвор. Он открывался автоматически, снарядная гильза извлекалась, а затворный механизм опускался. Но после осечки заряжающему опять приходилось наклоняться, чтобы открыть затвор и извлечь снаряд. Кроме того, были и другие проблемы. Боеукладка расположена в корпусе, там, где есть свободное место. Это были бронебойные, фугасные, кумулятивные и дымовые снаряды. Заряжающему нужно было быть очень осторожным. Во-первых, прямо перед ним располагался наводчик, так что место для движения было ограничено. Во-вторых, можно было удариться головой о крышу, потому что приходилось перевешиваться через ограждение орудия, чтобы зарядить снаряд. Кроме того, прямо под ногами находится карданный вал. Ещё одно неудобство. Вал, конечно, закрыт кожухом, так что ноги будут целы, но он всё равно мешает. Кроме орудия, заряжающий отвечал за дистанционно управляемый пулемёт, установленный на крыше. Также первоначальные проекты предусматривали бойницу в лобовой броне, чтобы механик-водитель мог вести огонь из пистолета-пулемёта. Очевидно, что идея устранения бойницы и установки пулемёта на крышу была очень успешна. Однако можно найти фотографии самых ранних моделей Ягдпанцера с бойницей для мехвода. Справа от заряжающего располагалась радиостанция, обычной модели FU-5. Слева — главный рубильник. Можно включать и отключать электропитание. Также нынешние владельцы установили электрический топливный насос, так что это не оригинальная деталь. Снизу, между заряжающим и наводчиком, находится аварийный люк. И... Хм... Моя нога довольно большая. А ведь нужно было как-то вылезать полностью. Но, может, и получилось бы. При достаточной мотивации вы сможете протиснуться куда угодно. Всё же нужно быть кем-то вроде осьминога. Проще выбраться через верх, если есть такая возможность. Следующее, что мы сделаем, переместимся на сиденье наводчика. Я всё ещё на месте заряжающего, а наводчик прямо передо мной. Вперёд! Вот и место наводчика. Прицеливание осуществлялось через перископический прицел SFL ZX-1A. Так как наводчик располагался слишком далеко от носовой части корпуса, не было никакой возможности использовать телескопический прицел прямой видимости. Перископ непосредственно прикреплён к орудию, так что при движении орудия он тоже двигается. Его нельзя поворачивать, можно только двигать влево-вправо. Именно поэтому на крыше установлен небольшой противоосколочный щит, закрывающий люк для перископа. Вы видите, насколько далеко влево можно перемещать перископ. Установить орудие в правой части корпуса было неудачной конструкторской идеей. Изначально планировалось, что угол поворота орудия будет составлять 15 градусов в обе стороны, а на самых ранних прототипах это было даже написано прямо на корпусе — 15 градусов влево, 15 вправо. В итоге всё получилось не так. Оказалось, что влево орудие поворачивается максимум на 5 градусов. Казённая часть орудия упиралась в борт, поэтому больший поворот был невозможен. А вправо — примерно на 11 градусов. Вот до этого места. Итак, наводчик, конечно, пытался всё время смотреть в перископ, который был требователен к фокусному расстоянию, то есть расстоянию между глазом и окуляром. Так что представьте, он наводит орудие влево, можно случайно ударить кого-то справа, поворачивает орудие направо, надо как-то не удариться о пулемётную турель, и при этом нужно всё время смотреть в перископ, который двигается туда-сюда одновременно с орудием. Поворотный механизм орудия является главной подсказкой. Если вы забрались внутрь и не знаете, G-13 это или Ягдпанцер 38, взгляните на поворотный механизм. На Ягдпанцер 38 была установлена дуга поворотного механизма. Это была зубчатая дуга, похожая на дугу подъёмного механизма, как этот. Можете практически считать её дугой погона башни. Когда чехи проектировали G-13 для Швейцарии, они создавали удешевлённую версию. Поэтому здесь рукоятка поворотного механизма просто прикреплена к дальней стойке корпуса. Хиллари Дойл не уверен, знали ли вообще швейцарцы об этом различии. Коленчатый вал менее точен, чем зубчатая дуга, но зато более дешёвый. Здесь обычная рукоятка для наведения орудия. Немного туговато, но всё же работает. Орудие буквально подвешено к крыше, что довольно странно и нехарактерно для немецких штурмовых орудий. Обычно орудия ПТ-САУ устанавливались на специальную платформу на днище танка. Но из-за особенностей конструкции и компактности данной машины для орудия просто не хватало места. Поэтому был создан каркас, который крепился к крыше, и на который устанавливалось орудие. А маску орудия сделали полусферической. При этом в корпусе хватило места для 40 снарядов, которые хранились даже под самим орудием. Типичная для немецкой техники сетка прицела — треугольная угломерная шкала. Этой рукояткой можно регулировать угол возвышения перископа в зависимости от расстояния до цели. Здесь выбирается скорость полёта снаряда. Например, 835 метров в секунду. Нужно опустить измеритель, вот так, выставить 2000 метров и потом прицеливаться. И, наконец, последнее — место механика водителя. Похоже, сидение может откидываться, если вы захотите забраться на место мехвода отсюда. Но, по-моему, это того не стоит. Место мехвода в передней части корпуса такое же неудобное, как и все остальные. Если вы читаете мой раздел на форуме, то знаете, как для меня важен комфорт. Обзор сильно ограничен. Здесь есть два перископа, но угол обзора очень узкий. Я встречал некоторых владельцев Ягдпанцера или G13, которые установили здесь жидкокристаллический монитор, подключили его к внешней видеокамере и использовали их при передвижении. Впереди приборная панель. Практически ничего интересного, кроме надписи, сделано в Швейцарии, намекающей, что это G13. Ключ зажигания — повернуть налево для запуска двигателя, направо для его остановки. Пятиступенчатая коробка передач Прага-Вилсон с предварительным выбором передачи. Вилсон не похожа на немецкое или чешское имя. Такая коробка передач, производства Wilson Gearbox Company, устанавливалась на британскую технику. Предварительный выбор передачи позволяет не менять передачу вручную. Вместо этого, после запуска двигателя, вы выставляете передачу, на которую хотите переключиться потом, например, первую. А затем выжимаете сцепление. Нажать. Отпустить. Технически это педаль переключения передач, но так как у меня заглох мотор, я думаю, она выполняет также и функцию сцепления. Отмечу также, что педаль очень тугая. Управление осуществляется с помощью двух рычагов вот здесь. Есть также и ручной тормоз. Педали впереди немного сбивают с толку. Педаль газа по центру, а тормоз справа. Непривычно. Впереди вы можете увидеть тормоза. Вот здесь. Ой. Машина стоит на небольшом склоне. Конечно, когда управляешь этой ПТ-САУ, то привыкаешь. Надо только помнить, что когда тормозишь крайней правой педалью, нужно выжимать педаль переключения передач, потому что она также является и сцеплением. Но она слишком тугая, поэтому приходится каждый раз выставлять нейтральную передачу и только потом убирать ногу с педали. Как мне кажется, будет гораздо удобнее сначала выставить нейтральную передачу, потом остановиться, выжать педаль переключения передач, тогда танк будет ехать на нейтральной передаче. Я только что сказал танк. Пожалуйста, не повторяйте за мной. Ягдпанцер 38 было легко производить, поэтому было выпущено довольно много машин. Первые сошли с конвейера в марте 44-го, а к концу войны на заводах БММ было построено 2047 ягдпанцеров и 173 модернизировано. Шкода также начала производить их позже, в 44-м году. Было выпущено ещё 780 штук, что в итоге даёт 2827 машин, если арифметика меня не подводит. Очень неплохо, учитывая, что производство продолжалось всего лишь год с небольшим. А как я уже говорил, после войны швейцарцам нужна была новая техника, и чехи охотно согласились продать её им. Около 10 первых G13 были оригинальными ягдпанцерами 38Т, которые сошли с конвейера последними. Остальные ПТ-САУ были построены заново по заказу швейцарской стороны. Для некоторых использовались детали производства времён войны. Всего Швейцария получила 158 машин, 94 из которых были впоследствии переоснащены дизельными двигателями. Последние G13 находились на службе вплоть до 70-го года. После 70-го года, когда швейцарцы избавились от своей техники, эти ПТ-САУ были буквально на расхват у музеев и коллекционеров, потому что их было легко привести к виду ягдпанцер 38Т, и кому какая разница, что внутри, если все смотрят на неё снаружи. Небольшая, недорогая поместится в вашем гараже. Ну, в большинстве гаражей. И никого не волнует, как плохо и неудобно было на ней воевать, ведь теперь она лишь участвует в реконструкции исторических сражений. В целом, эта ПТ-САУ считалась довольно успешной. Лучше, чем толкать перед собой по грязи противотанковое орудие ПАК-40. Конечно, экипажи Шерманов или Т-34, находясь под огнём ягдпанцера, вряд ли беспокоились о неудобствах экипажа вражеской машины. Для них это была маленькая ПТ-САУ с отличной маскировкой, в которую сложно попасть и трудно уничтожить. По этим критериям, это и правда неплохая ПТ-САУ. Это был Ягдпанцер 38Т. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин